друзья привет последнее видео снимал зима была все в снегу а теперь трава зеленая это смеюсь конечно откуда сейчас зеленая трава это то что вышла из-под снега все растаяло а вот все опасения что все заметено и пчелам дышать нет ну вот тут глянул подморчик так приехал глянуть в основном что ну да что-то что-то тут как-то не так так вот сейчас глянем тут корнеола моя зимует вот так глубок раз на крышке немножко но тут без холстика как бы медок есть у них сегодня плюсовая температура поэтому что можно осмотреть а неделю не было и как-то все было белым бело теперь на крышках потаяло какой-то подморчик вылез и ну сразу пугаешься возможно после последнего облета пчелки садились снежком присыпала где-то что-то ну будем будем смотреть потихонечку да ну этот вроде сидят у передней стенки нормальная семейка хорошо поджались к первому передней стеночки надо немножко подвернуть его но тут у меня не наш самодельный улей ну вот смотрите вот этот да это вода в углу прям понимаете скопилось это после таяния снегов этот угол сухой но с плесенью такой вот ну так холстик в принципе сухой где-то вода подтекает клуб низко расположился очень низко но пчелы там на всех рамках здесь вот на крайне немножко подсыпались на же подстыли ну вот дерево но эти как бы тут нормально сидят и сухо у них там но это не дерево я немножко конечно обидел деревянные улья вот ну здесь он в углу сыровато да это издержки это издержки нашей такой зимы вот я всегда посмотрите угол какой у подкрышника сырой таял снег и конечно же улья вот они улья конечно же будут влажными хочу морозца то эти малыши карандаши вообще сухие у меня сидят здесь под холстиком на всех рамочках ну не ха сидят посмотрим дэнн хаус наш о идеально сама клуб самом-самом низу вот так я люблю вот так там даже пчелку видно там еще кто-то вот это хорошее размещение клубочка но они садились хорошо это такие клубы рассматривают но когда первые годы зимовал я смотрел снизу заглядывал да там под кромкой меда они просто висят вниз туда под рамками вот и потом со временем я узнал что это ну очень хорошее размещение клуба что они вот так вот сидят им вот такому клубу дай бог до весны вообще никакой помощи не надо вот это инструменталка мои кардаван сидят посередине вот полностью всем клубом сидят на всем на всем гнезде посередине и нос сетчатый убрал и вентиляция сверху открыта ну вот они так расположились и я понимаю что эту семью кормить надо будет однозначно потому что или они сели посередине там где был расплод или же они матка там расположилась или клуб большой вот сейчас гадать тут просто надо для себя для себя я помечу что вот за ними надо смотреть и вовремя дать им или мед или канди для того чтобы поддержать их зимой вот но это другая моя семья инструменталка тоже вот так я им сразу канди положил но были очень активные тоже вот смотрите расположились как они все никуда их не денешь ничего не загонишь поэтому ну сухо под пленкой уголок отвернутый там не говорили что сергей заворачиваю полностью где не справляется вентиляция так и делаю если здесь вот сейчас мы видим что сухо все ну зачем дополнительно открывать пока пойдет я же пенсионер и у меня времени достаточно чтобы в течение зимы приехать и проконтролировать те семьи на которые я обратил внимание здесь совместил вентиляцию бенн хаос с корпусом пенаулика видим челки здесь тоже сидят внизу глубоко так как я это и люблю ну а скажите мне что же серёга ты сегодня снимаешь ради чего отвлекаешь наше внимание а вот два старых улья 12 19 подписаны желтый синий и как бы сделал в них отводки и тестировал их и проверял и проливные дожди они выдерживали вроде бы все нормально вот ну а потом буквально вчера глянул сюда в один из ульев а под ним вода то есть дожди эти старые улья выдерживали и как бы осенью я смотрел на них и мне казалось что все нормально еще годик послужат деньги та тысяча вложенная в это старое извините за выражение дерьмо отработает себя но скупой платит дважды они простояли у меня в сарае закрытыми в этом году делал отвод как бы семей побольше стало ну что думаю есть же старый ну давай попробуем их использовать из осени начал использовать их гонять под дождем смотрел проверял вроде бы нормально сухо под ними думаю перезимует но снег начал таять с крышек и вода пошла вода всегда найдет себе путь если хоть какой-то маленький маленькая дорожка останется для нее вот я от водочки стали осыпаться зима еще фактически началась а уже такие потери пошли вот ну я конечно принял решение с этих старых ульев и переселить 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 но есть у меня 6 рамочники вот один из них я вот так вот переселил но конечно потом надо будет пересмотреть как они усядутся успокоиться положил им candy но это вот от пленочки осталось а это не понос это я вам говорю уже это воск поэтому как-то сейчас вот они согреются посмотрим в сухоте суши как им будет дин отводок я перенес значит уже свое закрытое помещение так называемый цех вот изгодился как говорится ну и у меня еще есть один такой уль сегодня пересажу оттуда и перенесу вот ну вот еще хочу сказать о том что но если есть у вас деньги но покупайте хорошие новые улья деревянные ппс ппу но покупайте новые особенно те кто начинает в следующем ролике если я не забуду буду рассказывать о своем опыте потому что сейчас зима и очень многие пчеловоды которые решили начать заниматься пчеловодством который в этом году попробовали которые почувствовали что это их дело вот которые хотят начать развиваться что для этого нужно делать но закон ребята запомните сразу начинаете заниматься пчеловодством сразу развиваете рынок сбыта ищите его ищите если сейчас кто-то скажет мне что сначала надо там полюбить пчел овладеть искусством я вам скажу когда вы всем этим овладеете то вы будете сидеть с медом и не знать куда его деть поэтому надо включать мозги уже со второго года занятия пчеловодства но с вами был сергей лукинцов и до новых встреч